В минувший вторник оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан было кратким, лаконичным. У него практически не было вступления, и потому сегодня мы тоже постараемся изложить его в краткой форме. Первым вопросом, как обычно, был вопрос об оперативной обстановке в ЖКХ на дорогах и чрезвычайных ситуациях. Первым выступающим был, конечно же, Борис Владимирович Беляев, который поведал нам традиционно о том, что в области ЖКХ в Республике Башкортостан проблем никаких совершенно нет. Сосульки сбиваются, проезды чистятся, лед раскалывается, а там, где он не раскалывается, он посыпается. Я не знаю, в какой реальности существует на самом деле Борис Владимирович Беляев. Судя по всему, на праздники в Уфе его не было и было где-то в жарких странах, где действительно все здорово с ЖКХ. Но Уфа на эти праздники, на 8 марта, конечно, погрузилась вот в этот ужас гололеда. В двое с лишним раз разошло количество обращений в травмпункты в связи с падениями, травмами, переломами, ушибами и так далее. Средняя цифра обращений составляет 40 в сутки. В эти праздники она была 110 и выше. И что особенно печально резко возрос травматизм среди детей. Но, судя по всему, это никак не касается Бориса Владимировича Беляева, это никак не касается Ульфата Мустафина, которые, собственно, и устроили вот эту ледяную вакханалию в Уфе. Тротуары, как мы все помним, в этом году не чистились от слова совсем. И вот закономерный результат. Природная аномалия, которая случилась в этом году, дала нам вот такое вот ледяное покрытие практически равномерно по всему городу, за редким-редким исключением, даже в центре. Абсолютно непроходимые тротуары. Никаких усилий к их очистке не предпринималось. А во дворах это вообще тишина, как говорится. Вот все как было. Надежды муниципальных властей на то, что растает или там как-нибудь рассосется, не оправдались. И вот жители у нас падали. Ну, реально, вот по Достоевскому, по Ленину люди шли, держась руками за вот эти спасительные заборчики Киреева. Видимо, в этом их основная функция была, чтобы не дать упасть людям на льду. Особенно, когда начался этот ледяной дождь, это тоже был ад. И реально люди ограничили себя в передвижениях по городу. Вторым выступающим на оперативном совещании был, как обычно, Тимур Мухаммедьянов, который рассказал о том, что у него неуклонно снижается количество ДТП, пострадавших в ДТП и погибших в ДТП. В этот раз он дал статистику по 8 число, счастливо избежав неприятностей с автобусом, которое случилось 9 числа. Хотя, конечно, оперативка была 10 и справедливости ради, наверное, стоило упомянуть о ДТП, в котором пострадало сразу несколько человек и ДТП, в котором поучаствовал автобус. Ну, Тимур Рафисович улизнул от этой статистики. Третьим выступающим по тому же вопросу был, в отличие от обычного, не Гумеров Фарид Рифович, который, судя по всему, находится в отпуске, а его заместитель Первов Кирилл Сергеевич, который сообщил нам о том, что в республике неуклонно снижается количество пожаров, и так и не выявлены заболевшие коронавирусом, что нас несказанно радует. Вторым вопросом, а вернее блоком вопросов, была проблема надвигающегося весеннего паводка. Судя по всему, весенний паводок загадочным образом беспокоит и правительство, и Хабирова, потому что очень настороженно обсуждалась эта тема. Первой выступающей закономерно по этому вопросу была Горохольская Вилоря Зенуровна, которая представляет Башгидромет. Вилора Зенуровна поведала нам весьма расплывчатые данные, и как-то вообще она очень осторожно говорила о своих исследованиях, что, собственно, конечно, можно объяснить тем, что в последнее время метеорологические службы в целом в России, ну и в Башкирии в частности, конечно, пришли в упадок, и давать более или менее точных прогнозов они не могут, потому боятся просто по-человечески ошибиться. Вилора Зенуровна сообщила нам, что в среднем по статистике, которая ведется уже, пожалуй, что сто лет, этот паводок должен быть где-то примерно на 10% выше обычного, выше среднегодовых норм, как она сказала. Зимняя водность рек выше нормы на 25%, и вообще зима аномально теплая, начиная с 1937 года. Толщина льда при этом ниже нормы на 25-30 см на разных реках по-разному, и глубина промерзания грунта тоже меньше на 40 см, чем норма. В целом Вилора Зенуровна спрогнозировала нам паводок, который случится на 8-13 дней раньше, чем обычно, и уровни рек во время паводка, максимальные уровни рек, она не стала прогнозировать какими-то очень высокими. Вот, в частности, назвала цифры река Белая в районе города Уфа 730-830 см, что на полметра выше нормы, а в районе Стрельтамака река Белая вовсе останется в пределах нормы на уровне 440-540 см. Не знаю, насколько сбудутся предсказания Вилоры Зенуровны, но надо отметить, что и Хабиров, и выступающие относились к прогнозам по паводку очень осторожно, говорили сдержанно. Вторым выступающим был Урал Салатович Искандаров, министр природопользования и экологии, который сообщил о том, что все 491 гидротехническое сооружение в республике Башкортостан обследовано и готово к паводку. Речь идет о пожарных прудах, о крупных водохранилищах, о всевозможных дамбах и прочих гидротехнических сооружениях, которые находятся в видении господина Искандарова. Заодно господин Искандаров посетовал, что 60 объектов из числа гидротехнических сооружений не находятся на балансе ни у кого, ни у одного муниципалитета, и попросил содействия в том, чтобы муниципалитеты скорейшим образом взяли на баланс эти гидротехнические сооружения и начали за них отвечать и присматривать за ними. Третьим содокладчиком по вопросу предстоящего паводка был начальник главного управления МЧС по РБ Латыпов Марат Раисович, который сообщил о том, что МЧС в РБ готова к любым неожиданностям во время паводка, в том числе и к эвакуации людей. Заготовлено 7 взрывных команд, которые в случае чего будут взрывать ледяные заторы на реках Башкирии, и этим взрывным командам уже обеспечено 12 тонн взрывчатки, но, собственно, МЧС у нас никогда не докладывает о том, что у них все плохо, у них всегда все хорошо, и, собственно, пока, слава богу, Министерство по чрезвычайным ситуациям в Башкирии со своими обязанностями справлялось. Третьим вопросом оперативного совещания, этого самого краткого оперативного совещания на моей памяти, был вопрос об инфраструктуре поддержки экспорта и задачах на 2020 год. Доклад делал вице-премьер, правительство и министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Рустам Хамитович Муратов, и меня этот доклад заинтересовал в целом, потому что, ну, на самом деле я не очень знал, каков объем экспорта продукции из Республики, и какова структура этого экспорта, потому что с интересом выслушал доклад. Рустам Хамитович мужественно сообщил нам, что экспорт за пределы Республики Башкортостан продукции и товаров за шесть последних лет снизился в три с половиной раза. С 14,6 миллиарда долларов в 2013 году до 4,2 миллиарда долларов в 2019 году. По сути, это, конечно, катастрофическое падение. Рустам Хамитович объясняет это комплексом причин. В первую очередь это санкции, падение нефтяных котировок, что, собственно, не совсем соответствует действительности, но в последние, скажем, 3-4 года эти нефтяные котировки, за исключением последней недели, конечно, они более-менее болтались в одном диапазоне, но и вообще неблагоприятную конъюнктуру, как причину, Рустам Хамитович упоминает, и это действительно так. Примечательно, что в структуре экспорта из Республики Башкортостан, в котором в целом, конечно, преобладают всевозможные компоненты минеральные и компоненты природных богатств, то есть это в основном сырье, так вот, в структуре в этой неизменно присутствует 2 миллиарда долларов. Это не сырьевой экспорт. Что это такое? То есть это готовая продукция, это более-менее сложные товары. Рустам Хамитович не уточнил по товарным группам, что же входит в этот экспорт, но у меня есть предположение о том, что это те самые пресловутые кумертауские вертолеты, возможно, в прошлые годы это двигатели ОМПО. Ну и, собственно, что еще мы можем экспортировать такого сложного? В Республике практически не осталось предприятий, которые бы делали сложную технику, либо какую-то продукцию машиностроения, то есть более-менее ощутимых объемах. А если мы говорим об ОМПО, то вот это уже дальше будет большая проблема. Дело в том, что, как известно, ОМПО практически полностью утратил все экспортные контракты на двигатели и запчасти. Последними сдались индусы, которые признали, что российские самолеты не в состоянии летать, по крайней мере, по тем параметрам, которые изначально декларировались. Из 20 с лишним самолетов, закупленных по последнему контракту, индусы не смогли поднять в воздух абсолютное большинство. Большинство этих самолетов основное время проводят на земле, на ремонте. В общем, конечно, это проблема. И в основном, и в целом, это проблема в том числе и двигателей, которые изготавливаются на Уфимском моторстроительном производственном объединении. В общем, с ОМПО дальше будут большие проблемы. И это часть экспорта под огромным вопросом. Ну, по поводу кумертаусских вертолетов пока до конца непонятно. Я так понимаю, предприятие переходит в общероссийский холдинг, и, возможно, все-таки ему не дадут умереть. Тогда, может быть, вертолеты составят часть какую-то вот этого именно несырьевого экспорта. И остальное, конечно, это экспорт сырьевой. То есть, это нефть и нефтепродукты, это продукты нефтехимии, это сода, которая БСК, и которая в основном свою продукцию отправляет на экспорт. Там частично, конечно, уходит на стекольное производство России, но очень большая часть соды уходит за границу. То есть, вот примерно такая структура экспорта из Башкортостана, о которой не рассказал нам Муратов, но я надеюсь, что в ближайшие итерации своих докладов Рустам Хамитович нам расскажет и детально о том, какие разновидности товаров экспортируются из Башкортостана. Кстати говоря, в свете последнего кризиса, нефтяного кризиса, который происходит и разворачивается буквально сейчас у нас на глазах, я отмечу, что те три сотни тысяч баррелей в сутки, которые грозится нарастить в своей добыче России, в основном будут наращиваться за счет башнефти. И тут есть некий потенциал, по крайней мере, статистический для Башкортостана, в том смысле, что 300 тысяч баррелей в сутки, ну, как-никак, должны отразиться и на статистике экспорта и производства нефтепродуктов, ну и, наверное, я надеюсь, на каких-то налоговых и дивидендных отчислениях от башнефти в казну Республики Башкортостан. Тут, как говорится, кому война, кому мать родна, вот здесь Башкирия может от этого кризиса хоть какую-то пользу получить. Также Рустам Хамитович рассказал нам о том, что Республика Башкортостан занимает 22-е место в Российской Федерации по экспорту, ну, что, собственно, нехорошо и неплохо, где-то там близко к середине, учитывая, что часть регионов в России вообще ничего не экспортирует и ничего не производит. Ну, еще он сообщил нам, что 911 предприятий Республики Башкортостан так или иначе взаимодействуют с иностранными получателями своей продукции. А в качестве мер поддержки Рустам Хамитович рассказал нам о смелом эксперименте впервые в Российской Федерации. Бюджет Республики Башкортостан в рамках программ поддержки компенсирует транспортные затраты экспортеров. Но не всех экспортеров и не в полной мере до 5 миллионов рублей и не свыше 50% затрат компенсируется на транспортировку, что, собственно, тоже неплохо. А также в качестве эксперимента Рустам Хамитович придумал компенсировать транспортировку пилотных партий. Вот это любопытная история, потому что пробные поставки всегда, как правило, очень убыточные. Ну, как бы, это всегда некий эксперимент, и очень часто этот эксперимент приводит к неудачам, потерям денег. Вот здесь, конечно, очень мило со стороны Министерства экономики и инвестиционной политики помогать экспериментаторам в области экспорта с компенсацией этих затрат. Всего Рустам Хамитович потратил в этом году 40 миллионов на эти компенсации и планирует потратить 80 на будущий год. И еще один интересный момент для себя я отметил, это то, что он планирует субсидировать зарубежную сертификацию для экспортеров. Это тоже, в общем-то, интересная история в том смысле, что в каждой стране собственные стандарты сертификации, они могут быть очень замысловатыми, где-то что-то сертифицируется, где-то не сертифицируется. В некоторых странах это очень строгие процессы и на самом деле довольно дорогостоящие. Если министерство на себя берет вот подобную функцию, это, конечно, тоже очень мило со стороны тех, кто поддерживает экспорт из Республики Башкортостан. Не обошлось и без ложки дегтя. Рустам Хамитович посетовал на то, что, проводя некий глобальный аудит предприятий в Республике Башкортостан на предмет возможного экспортного потенциала, он столкнулся с определенного рода саботажем. 16 муниципалитетов, включая, кстати говоря, УФУ, самый крупный кластер промышленности в Республике, не хотят предоставлять Рустаму Хамитовичу данные о наличии и отсутствии вот этого экспортного потенциала и предприятий. Ну, безобразие, на самом деле, конечно, непонятно, почему так происходит. Видимо, просто чиновники этих 16 муниципалитетов, включая УФУ, не понимают важности этого вопроса или просто забили, как говорится, на свои обязанности. В 21 муниципалитете экспортный потенциал отсутствует по данным Муратова и в 25 муниципалитетах он присутствует, ну, хотя бы потенциально. Ну, в общем, достаточно дельный был доклад, на самом деле, вот не кривя душой скажу, что, собственно, Хабиров тоже отметил, достаточно лаконично, но, в общем-то, комплементарно. Он охарактеризовал доклад Муратова как вполне грамотный подход. Завершающим докладом оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан был глобальный доклад о мероприятиях по поддержанию чистоты и порядка в муниципальных объединениях и городских округах Республики Башкортостан в рамках года эстетики населенных пунктов. Хабиров предварил этот доклад сообщением о том, что он вот прямо только что сейчас подписал указ о днях чистоты и порядка в муниципальных образованиях Республики Башкортостан. Эта неожиданная и грандиозная инициатива руководителя Республики заключается в том, что не реже двух раз в месяц в муниципалитетах и городских образованиях Республики Башкортостан будут проводиться дни чистоты и порядка. Тем не менее, слово все-таки предоставили Беряеву Борису Владимировичу, и он сделал доклад о планах реализации вот этого года эстетики городов в Республике Башкортостан. Вообще, если сравнивать заседание правительства с утренником в детском саду, то если выступление Муратова это был отчет старшей группы детского сада, то выступление Беляева, безусловно, было отчетом ясельной группы детского сада, иначе это охарактеризовать нельзя. Борис Владимирович сообщил нам, что в рамках вот этого года эстетики он проведет, внимание, две с половиной тысячи мероприятий в 2020 году. У него будут еженедельные отчеты о мероприятиях, у него будет эмблема года эстетики, пропаганда и медиаплан всего этого хорошего дела. Также он проведет всего три субботника и дни чистоты и порядка. Что, собственно, будет делаться в эти замечательные дни и в этих двух с половиной тысячах мероприятиях? Борис Владимирович будет рыхлить снег, очищать от наледия поверхности, вывозить мусор, чистить фасады и приводить в порядок рекламные конструкции. Также Борис Владимирович окрасит нам ограждения, побелит деревья, очистит канавы и установит урны. Вообще, конечно, все это звучало как-то фантасмагорично и странно, потому что ключевым показателем, судя по всему, для Бориса Владимировича является не уборка территории и не приведение в порядок эстетического состояния городов, а медийная часть. Борис Владимирович держит нос по ветру. Он понял, что нужно казаться, а не быть, и потому он произвел 681 публикацию об этом годе эстетики в средствах массовых информаций и 2007 материалов в социальных сетях и на сайтах по республике Башкортостан. Все эти чудо-публикации размещены на БСТ, на радио Юлдаш, на спутнике ФМ и даже на Башинформе, отметил Борис Владимирович. В общем, бюджет освоен. Очень странно вообще то, что такое внимание уделяется обычному подметанию улиц и покраске заборов. То есть, по сути, критерии качества работы муниципалитетов у нас сводятся к примитивному окрашиванию вертикальных и горизонтальных поверхностей, к подметанию улиц. А то, что вокруг одного и того же процесса подметания устраивается уже несколько, множество, в большом количестве, всевозможные программы, всевозможные, значит, акции, отчетность и так далее, говорит о том, что во главе угла на самом деле находится видимость процесса, а не сам процесс. Как говорилось в этой классической фразе, не надо бороться за чистоту улиц, нужно улицы подметать. В данном случае мы наблюдаем активную и теперь уже все больше медийную борьбу за чистоту улиц, городов и районов республики Башкортостан. Собственно, о чем нам и поведал Борис Владимирович. В общем-то, это было настолько явно и настолько примитивно и неумно, что даже Хабиров, выслушав доклад Беляева, среагировал достаточно резко. И вообще, случился очень примечательный диалог, который я постараюсь привести в оригинале. Хабиров, выслушав Беляева, сказал, вот вы доклад зачитали, не знаю, как коллеги, но я ничего не понял. У меня была цель поговорить о санитарных пятницах, а вы там не сказали, когда первая санитарная пятница, конец цитаты. Беляев, чуть не плача, с места сказал, что первая санитарная пятница у него случится 18 марта. Хабиров, заглянув в календарь, вскричал, но это же среда, в среду пятницу делаете. Тут Беляев вообще уже понес какую-то совершенную околесицу и сообщил, что в Янаульском районе день чистоты среда, и чуть было не сказал, что в Янаульском районе среда вполне может считаться пятницей, но вовремя остановился. Камера выхватила Назарова, который с величайшим трудом сдерживал смех, но на самом деле действительно было сделать непросто. Хабиров понял, что все это превращается уже в какой-то балаган и, в общем-то, закрыл тему следующим образом, цитирую, ну хорошо, но базово все-таки по пятницам. Каждый месяц готовьте отчет по объемам и результатам. Главным это делать праздничными мероприятиями. Я уделяю этому особое внимание. Тем самым Хабиров тоже, в общем-то, косвенно подтвердил мое предположение о том, что главный процесс, а не результат, то есть главное сделать из этого какой-то праздник и шоу. Повторяя классика башкирской политологии Дмитрия Михайленченко, отмечу, что у нынешней команды действительно есть некоторое превратное представление о урбанистике, о порядке в городах. И вот это достаточно примитивное реликтовое представление о том, что если улица подметена, то в городе все в порядке, оно, конечно, превалирует. К сожалению, именно по этим критериям оценивается работа и Мустафина, и многих других глав районов. На самом деле, мы так далеко не уедем, потому что мир шагает вперед, мир находит решения, мир находит всевозможные интересные креативные подходы к облагораживанию и улучшению эстетики в городах, а мы это все ограничиваем вот покраской очень дешевой и очень некачественной краской всевозможных поверхностей, подметанием раздолбанных тротуаров, ну и так далее. В принципе, конечно, уровень очень низкий, и, увы, на самом деле нет людей, которые бы могли понять то, что нужно менять подходы, нужно менять критерии оценки качества работы муниципалитетов и муниципальных образований. В общем, конечно, в этой области мы, судя по всему, начинаем не то, что проседать, а даже как-то откатываться назад в какие-то 70-е и 80-е годы, оценивать вот по этим критериям, и на самом деле это, ну, должно только печалить нас, особенно людей, которые видели города за границей, как там это все устроено, как это все обслуживается и поддерживается, как это все улучшается, а вовсе не сохраняется в том первозданном виде, который, ну, не хотелось бы видеть, на самом деле, в будущем. Так как оперативка эта была очень короткой, от себя позволю добавить один эпизод. На оперативном совещании никак не упоминалась деятельность по ремонту дорог и ямочному ремонту в Уфе, однако буквально вчера, 10 марта интернет, уфимский интернет облетели вот эти жуткие кадры ремонта дороги по улице Витошникова. Там четко видно, кто производит работы, где это все находится, определить исполнительный работ не составляет никакого труда. Я бы хотел припомнить грозные слова Хабирова о том, что он будет самым жестоким образом наказывать тех, кто кладет асфальт в воду, в снег, ну, в общем, нарушая технологию. Судя по всему, Мухаммедьянову и прочим ответственным за дорожное строительство и ремонт, все эти слова были не указ, но хотелось бы напомнить Хабирову, как грозно и как строго он обещал наказывать тех, кто кладет асфальт в воду. Так вот, эти кадры, которые облетели интернет, четко иллюстрируют те фактические подходы к ремонту дорог в Уфе, которые сейчас процветают в нашем многострадальном городе. Ну, посмотрите, как говорится, и трезво ужаснитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Завершил оперативное совещание Хабиров, как обычно неожиданно, заговорив о санаториях Республики Башкортостан. Хабиров отметил, что, по его мнению, руководство Республики утрачивает управление сферой санаторно-курортного лечения, отметил, что цены в этой сфере чрезвычайно высоки и зачастую недоступны простым гражданам, и повелел создать некую рабочую группу по оптимизации деятельности рекреационных объектов и санаториев Республики Башкортостан, поручив управление этой рабочей группе Ренату Баширову. Вот это, конечно, особенно отдельно настораживает, потому что в последнее время становится понятно, что все, что поручается Баширову, заканчивается или подозрительными событиями, как в речном порте и в речном пароходстве, там, всевозможными уголовными преследованиями арбитражников, либо, как, например, в Благовещенске, где пытались при руководстве Баширова ликвидировать вот эту экологическую проблему, и там все закончилось непонятно чем. Везде, где Баширов, везде странные вещи, и, если не сказать хуже, но, тем не менее, Хабиров все еще поручает ему некоторые функции, в том числе, вот, возглавить эту рабочую группу по санаториям. Санатории Башкирии, конечно, это притча во языцах, при всех режимах санатории вызывали нездоровый интерес администрации республики, во-первых, это лакомый кусок, во-вторых, это большие хозяйства и очень большие деньги, ну, и, в-третьих, это определенная деятельность, которая, в общем-то, достаточно отчетливая, о которой можно достаточно хорошо отчитываться. Посмотрим, удастся ли команде Хабирова улучшить ситуацию с санаториями в республике, просто, как говорится, на злоба дня, и сразу для работы Ринату Баширову хотелось бы отметить вот этот замечательный недостроенный корпус санаторий Янгантау, который почти 20 лет стоит недостроенным, не введенным в эксплуатацию, на который нужно потратить совершенно ничтожные деньги, но, тем не менее, здание ветшает, не введено в эксплуатацию, и вот очень сильно и хорошо иллюстрирует те подходы, которые у нас процветают в республике в отношении санаториев, при том, что санаторий у нас хороший, санаторий у нас востребованный. Это один из лучших санаторных комплексов в России, и потому, конечно, потенциал в этой области есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова